Функции многих переменных. Линейная, потом появляется квадратичная, спораболность, потом гипербола, потом тригонометрические и так далее. Каждый школьник знакомится и с функциями многих переменных, или с функциями нескольких переменных. Ну вот я на доске, вы сейчас видите, несколько формул из математики и физики. Значит, ну, пробежимся быстро. Первая формула что выражает? Прямоугольника. Вторая, площадь треугольника, вы это знакомы, потому что записаны формулы в стандартной форме. Путь равняется скорость на время. А дальше формула для работы, да, мощность, да. Потом вот V большой, одна треть, объем, объем, одна треть первого квадрата. Это объем, а объем, конус. Ну, и так далее. Закон Ом, это записанный двумя формулами. Формула для генетической энергии и для потенциальной. Ну, как бы вы сказали, вот каждая величина, стоящая в левой части этой формулы, зависит не от одной переменной, а, по крайней мере, от двух, площадь прямоугольника, от А и, от длин двух сторон, это функция двух перемен. Так, а кто-нибудь вспомнит школьную функцию трех переменных? Да, чтобы было три переменных. Совершенно верно. В самый простой случай, объем параллитей, да, объем равняется А на В и на С. Произведение трех сторон. Так, хорошо. З равняется корень квадратный под корнем 1 минус х врат минус. Вот это функции двух переменных. Х и Y. Числа какие-то мы подставляем и начисляем. Вопрос. Х и Y могут быть любыми или нет? Правильно. Подкоренное выражение должно быть неотрицательным. Стало быть, Х квадрат плюс Y квадрат не превосходит единицы. Запишите, пожалуйста, в стерляточке у себя. Х квадрат плюс Y квадрат не превосходит единицы. Вот это условие описывает область определения этой функции. Область определения функции двух переменных. Но это область определения, где располагается напрямой, где располагается область определения этой функции. Где мы ее будем изображать? Да. Это условие задает круг. А круг лежит где? На плоскости. Итак, можно сказать так. Функции двух переменных это функции точки на плоскости. Мы берем на плоскости точку и этой точке сопоставляем какое-то числовое значение этой функции. Значит, вот плоскость, точка на плоскости и в каждой точке растет такой прямолинейный вертикальный колосок или стебелек. И его высота, длина равна значению этой функции. Вот мы в детстве играли в песочнице. Как устроена песочница? Квадрат. Обычно. У вас был прямоугольник. Хорошо. Прямоугольник. И туда песок привезли. Чистый, свежий, речной. Высыпали песок в эту детскую песочницу. Он там ровно вот так, вот прям как вот выше. Нет, где-то выше, где-то ниже. Значит, высота песка в каждой точке этой песочницы, это и есть функция. И вот если мы рассмотрим соответствующие точки в трехмерном пространстве, получится график функции двух переменных. График функции двух переменных. Вот, вообразим следующую ситуацию. На плоскости вот такая фигура с полосок тела. Конус. Значит, можно вообразить следующее. Вот ровная площадка. Приехал самосвалский сгон. И вот так вот он этот песок разгрузил, чтобы получился вот такой конус. Вот конус. Поверхность этого конуса мы можем рассматривать как график некоторой функции. Эта функция определена в некотором круге, и в каждой точке есть высота. Так, кто-нибудь из вас путешествовал по поверхности конуса? В жизни. Конечно. Потому что вот этот конус, это идеальная модель горы. Неинтересная, да? Нам нравится, чтобы там были всякие водопады, препятствия, ущелья, проб, все, и так далее. Ну вот, вообразим такую идеальную гору. На лыжах можно с нее скатиться. Туристы идут к вершине стремятся покалить эту вершину. Покалится с вершиной. Да, сверху хорошо все видно с Эльбруса. Да, верно. А вот, посмотрите, на этом конусе я изобразил некоторые линии. Я покажу вот так вот. Вы не встречали изображение вот где-нибудь таких линий на каких-то шпортах? Высоту на тару. Совершенно верно. Я на этом конусе изобразил линии постоянной высоты. Линии постоянной высоты. Вот вообразим, что на этой горе расположен санаторий в какой-то точке. И вот отдыхающие уходят на прогулку и ходят по горам. Но если спуститься вниз, то потом подниматься придется неудобно. На велосипеде плохо. А вот если идти по этой окружности, то подъем совершенно не будет ощущаться. Вот идти вдоль этой окружности, это так же легко, как идти по горизонтальной плоскости. Это линии постоянного, линии уровня этой функции. На поверхности. Если говорить точнее, то линии уровня называют проекцией этой линии на плоскость XY, на которой стоит вот этот конус. Так, хорошо. В географии такие линии называются изогипсы. Их вы можете увидеть на картах горных областей. Горы на картах закрашиваются коричневым цветом. И там бывают довольно замысловатые линии, написано, например, тысячи. Значит, если двигаться по этой линии, высота будет все время тысячи метров над уровнем моря. Изогипсы можно увидеть на картах морей и океанов. Только там эти линии называются как? Линии постоянной глубины. Совершенно верно. Тоже только так вот. Следующую поверхность я вам покажу. Очень часто графики функций двух переменных. Это некоторые поверхности. Вот такую поверхность вы можете увидеть довольно часто. Обычно такую форму имеют легко возводимые современные ангары. Или какие-то склад какой-то. Да, гараж даже бывает вот такой вот ракушкой. Значит, если вы посмотрите в торец вот этой поверхности, то вы увидите примерно параболу. Параболу, да? Ну, можно сделать так, что это действительно будет парабола. Можно торец сделать в форме полуокружности. Параболу. Да, совершенно верно. Ветвенаправленный лиц. Так, а что теперь является линиями уровня этой функции? Какие линии являются линиями? Горизонтальные и прямые, да? Линия уровня – это прямая. Это прямая. В школе вы знаете, что функция одной переменной может иметь точки максимум и минимум наибольшее значение, наименьшее в точке экстремума, да? Вот про эту функцию, что бы вы сказали? Вот в географии вот эту точку называют вершиной. Вершина горы, да? А в математике эту функцию называют как? Вот эту точку как бы назвали? Ну, с чем она связана? С каким понятием известно? Ага, эта функция ограничена сверху. Совершенно верно. Потому что вот высота, когда мы говорим про высоту, можно обозначить ее, эту третью кардиналку. Значит, область определения – это некоторая область на плоскости x, y. И в каждой точке вот известно значение функции. Получается, какая-то поверхность, расположенная над этой областью d. Вот здесь над кругом расположена вот такая шапочка. Ну, у этой функции, значит, эта функция сверху не ограничена. Но чем отличается, скажем, значение функции вот в этой точке и в вершине? Да, вот в вершине соответствует максимальное значение функции. Ну, в данном случае можно сказать, что это наибольшее значение функции. Значит, как можно представлять себе точку максимума? Она, конечно, на плоскости x, y находится, вот здесь. А вот значение функции – это максимальное значение. Значит, если мы находимся на графике функции в точке максимума, то куда бы мы ни шли из этой точки, мы будем спускаться вниз. Значение функции будет убывать. Значит, вершина – это точка максимума. А вот в географии, как бы мы назвали точку минимума, как там это в горной местности называется? Подножье. Ну, так? Ну, как можно назвать вот эту вот территорию? Подножье. Я не ошибаюсь, поэтому вы не говорите. Подножье? 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 Подножье горы. Подножье горы. Ну, подножье горы – это вот здесь вот подножье, подошвь. А вот когда… В долине. Да, я бы сказал, что это вот долина. Что значит, мы находимся в долине? Ну, вот я вот смотрю вот на поднимающиеся ряды, и для меня кажется, что вот я нахожусь вот в долине. Вот в долине. А это вот если бы совсем… Кратер вулкана, например. Да, вот так вот, смотрите. Вот если я переверну, точка превратится в точку минимума. Значит, точка в трехмерном пространстве, да. Ее высота – это значение функции, минимальное значение, а проекция этой точки на плоскость xy – точка минимума, чтобы было здесь… не было разнобоя у нас, да, со школьной программой. Смотрите. Вот если такая функция, то вот это значение максимальное, а вот точка на оси x – это точка минимума. Это точка минимума на оси x, а на оси – максимальное значение. Ну, или, скажем, можно выбрать такую вот картину еще. Поле, прошла пшеница, где-то стебельки повыше, где-то стебельки пониже, может, там воды было больше, удобрений было больше, ну, и вот такая вот волнистая поверхность над Землей располагается. Это график этой функции. Скажите, если я этот круг буду параллельно перемещать себе, к самому себе, вот, круг, какое, так сказать, тело заметет, как говорится, этот круг? Цилиндр. Цилиндр. Совершенно верно. Цилиндр. Можно представить, что вот эта вот поршень ходит в цилиндре автомобиля вверх-вниз. Вот эта цилиндра. Как раз прямой круговой цилиндр. Прямой круговой цилиндр. Так. А вот эту поверхность, вот эту поверхность, как можно представить, что перемещается? Парабола. Вот смотрите, я вот взял кусочек параболы, верхний кусочек парабола. Там, видите, как раз закрываем. И вот если перемещать, то получится вот этот вот цилиндр. Если вот так перемещать параболу, то получится вот, ну, можно сказать, такой канал. Канал. Значит, здесь интересно вот что. Вершина параболы перемещается вдоль прямой. Прямая горизонтально, парабола вертикальная, вертикальная плоскость находится, вот вертикальная. Так. А теперь давайте заставим параболу перемещаться вдоль другой линии. Вот вершину параболы. Заставим перемещаться вдоль параболы. Другой параболы. Как увидеть эту другую параболу? Вот у меня в руках цепочка. Ну вот, такую простую механическую конструкцию вы часто можете увидеть. В зеркале вся ограждение. Вот это довольно символическое такое ограждение. Даже это элемент архитектуры ограждает какой-нибудь монумент или памятник на столбик. Вот такие цепи. Да, да, вот бывает. Вот эта линия, цепь, вот эти точки я буду брать на одинаковой высоте. Не так вот, а вот так вот. Эта цепочка или цепь располагается вдоль некоторой линии, которая называется цепная линия. цепная линия. Но если сильно населить, то получится прямая. Отрезок прямой. Если так взять, то получится коротенький отрезок, гораздо меньше. А во всяком промежуточном положении точек подвеса получится цепная линия. Ну как вы думаете, она похожа на параболу? Да, она похожа на параболу, но на самом деле эту линию, эта линия не есть парабола. У нее есть, у нее другое уравнение, в механике это выводится, поэтому она и называется цепная линия. Это не парабола. Ну, давайте сейчас так мы с вами вообразим. Вообразим, что у меня есть в руках парабола. Я же могу согнуть проволоку вот в форме параболы. И давайте теперь нашу параболу будем перемещать вдоль этой линии. Нет. Перпендикулярно располагаем вот так вот и вот так. Повыше, понимаем? Так. Ну, двигая эту параболу. Нет. Вертикально она сохраняет вертикальное направление. Вот так, да. Вершинка параболы едет по этой параболе. Представляете, что это получится какое-то все одно? Ну, хорошо. Представляете? Не очень. Да, вот такая новогодняя гирлянда. Значит, вы видите нить. Это вот та парабола. Это на самом деле цепная линия, но для нас она пусть будет сейчас. парабола. И на этой параболе висят параболы. Только смотрите, как интересно. Ветви висящих парабол направлены вниз. Так, хорошо. Вот, Стас, покажите мне среднюю точку на этой поверхности. Вот, внимание на эту точку. Еще раз. Держи-ка ее. вот эта точка. Всем она видно? Всем. Теперь я задаю вам вопрос. Я представляю себя путником, находящимся в этой точке. И иду вот в том направлении, как вот я стою. Скажите, если я пойду вперед по поверхности, я буду подниматься или спускаться? Вперед. Ну, к вам. Я куда иду? Смотрите. Я куда? Так, я куда смотрю? Лицом. В аудиторию смотрю. Так, секундочку. Что-то понимание пока я не почувствовал. Вы видите еще раз точку, которую вы в этой точке. вот эта точка. Я из этой точки, если пойду к вам, я буду подниматься или спускаться? Да, да, да. Значит, если я из этой точки пойду вперед, то буду спускаться. Если пойду назад, тоже буду спускаться. вперед спускаюсь и назад спускаюсь. А если пойду направо, вот по белой параболе, буду подниматься наверх. Если пойду влево, то тоже буду подниматься. Значит, смотрите, какая интересная ситуация. Вот на нашем пути, в наших путешествиях по горам есть интересная точка. в чем она, чем она интересная? Если мы находимся на вершине, то куда бы мы ни шли, мы будем спускаться. Это точка максимума. Из вершины. Куда бы ни шли, спускаемся. Если мы находимся с вами в долине, ну, по-моему, говорят, в яме, в овраге, то куда бы мы ни шли, мы будем подниматься. Вот такая яма, котлован такой, круглый. А вот эта интересная точка на поверхности, еще раз, я вам стараюсь показать. если идти вперед, будем спускаться, если идти назад, спускаться, а влево-право будем подниматься. Так, ну, есть из вас среди вас горные туристы, как называется точка? Громко. Перевал. Так, правильно, эта точка называется перевал. Перевал. А, и вы сказали, что еще седло, да? Седло еще сказали. Седло. Но вы сказали перевал. Вы сдали это раньше слово? Да. В горах бывали, да? Да. Перевал, через перевал ходили? Да. Вот, видите, значит, помогает жизненный опыт. И одновременно мы с вами видим, что математика есть отражение реального мира. Действительно, вот эта точка называется в быту, так сказать, в жизни перевалом. И еще она называется седлом. это седло или седловая точка. Почему эта точка называется? Дело в том, что форму этой поверхности имеет седло, которое вот на лошадь садим. Переди, перед вами, оно немножко поднимается. Для чего оно поднимается перед вами? Да, чтобы было держаться. И если, например, лошадь немножко резко затормотит, чтобы вы не вылетели из этого седла. Вот впереди, перед вами стенка своего рода. Сзади тоже стенка. Если вы едете спокойным шагом и вдруг лошадь рванула, то вам поможет не выйти из седла. Значит, перед вами поверхность седла поднимается, за вами тоже поднимается. А по бокам там, где ножики всадника свешиваются, вниз, чтобы было удобно сидеть. Вот седловая поверхность. Значит, эту седловую поверхность вы легко можете получить, вот взяв кусочек резины или какого-нибудь эластичного материала. Ну вот, квадрат вырежите из резины и поступите следующим образом. Вот квадрат из резины. Двумя пальчиками в противоположную сторону взяли, двумя другими в противоположную сторону. И одной рукой тянем вверх, другой вниз. Одной рукой вверх, другой вниз. И вот у вас там получится седловая и так, как получается вот эта интересная поверхность. Обратите внимание. Красная парабола перемещается в пространстве так, параллельно самой себе, что ее вершина, вершина красной параболы едет по другой параболе. Получается седловая поверхность. Вершина едет вдоль этой линии. Представим эту поверхность. Хорошо. Значит, можно сказать так, если бы парабола перемещалась по прямой, то получался бы такой вот канал, да? А он вот так вот как-то замок. Держу параболу. Вы видите, вверху направленную вверх, ось. Сейчас я силой мысли заставлю эту параболу вращаться. я на нее внимательно смотрю и она вращается. Вот, могу сильнее заставить. Надо просто сильнее рассмотреть на нее. Значит, эта парабола при вращении образует некоторое тело. Некоторое тело. Скажите, если вот вращать кусок плоскости, то действительно получится тело. А если мы будем вращать только вот линии, вот параболу как линии, получится что? Нечто что-то вазовое. И действительно какой-то бокал, сосуд, фужер, чашка, да, можно назвать, которую можно налить воду. Вот эту поверхность вы представляете и модели этих поверхностей вы тоже видели в жизни. значит, та поверхность, которая получается, это поверхность вращения. Потому что мы параболу как линию вот так вращаем. Параболоид вращения. Параболоид вращения. Парабола получается параболоид вращения. Значит, это поверхность вращения, ну или тело вращения тоже. Если круг вращать вокруг диаметра, то получится шар тоже. Параболоид выглядит примерно так. Параболоид, который вращается, линии, да? Вот есть линии видимого конкурса и не видимого. Уравнение этой поверхности можно записать таким образом. z равняется x2 плюс y2. z равняется x2 плюс y2. Да, это вот параболоид вращения. Значит, если мы в этом уравнении возьмем x равном нулю, то есть будем работать с плоскостью z и x, то увидим параболу. z равняется y2. z равняется y2. Это при x равном нулю. Если мы возьмем x равном нулю, плоскость. Нет, я взял какую плоскость. Я взял плоскость x равном нулю. x равном нулю. z равном нулю. То там будет z равняется y2. Если взять другую координатную плоскость, y равняется нулю. плоскость x, z. То там y0 мы получим уравнение z равняется x2. Поверну. Как вы сказали? Сосуд, чашка, да? Ваза. Ваза, да, бокал. Вот такой вот. Ну такой бокал, который поставить нельзя. Чтобы не можно было поставить, ножку на верхнимающую смысл приклеить. Вот это поверхность. Значит, параболоид вращения вы увидите. Вот он. Приходит вот этот. Ну еще раз я поднимаю. Так. Запомнили параболоид вращения. А теперь скажите, если я возьму эту параболу и буду перемещать ее вдоль другой такой же параболы, Как вы думаете, получится вот это тело или нет? Значит, еще раз. Если вращать, то получится вот так вот. А если эту параболу взять и перемещать вот так вот, вершинка скользит по параболу. Давайте возьмем сечение этого параболоида плоскостью y равняется констанции. Я беру вот такой-то y и провожу плоскость параллельную плоскость xz. Это плоскость разрежет наше тело? Разрежет. Что же получится в сечении? Ну смотрите. Если мы выбрали y равным c постоянно, то получится следующее. z равняется x квадрат плюс c квадрат. В плоскости сечения получится та же самая парабола. z равняется x квадрат с тем же самым коэффициентом, но только сдвинутая. Вот такой интересный факт. Несколько неожиданный. Вот обычно говорят о том, что параболоид вращения получается вращением. А оказывается, параболоид вращения может быть получен еще и с двигом одной параболы вдоль другого. Спасибо.